Друзья, всем привет! Сегодня на основном канале Шапошникам Ньюси опубликовал свое очередное расследование по поводу Александра Дубинского, который два дня тому назад не проголосовал за предложенный законопроект партии «Слуга народа» о лишении Рината Ахметова, олигарха, монопольного права продавать электроэнергию в Украине, что, собственно, приведет к снижению тарифов, к повышению конкуренции. И, собственно, Дубинский не проголосовал вместе с другими депутатами, которые являются приближенными к олигарху Игорю Коломойскому. И сейчас обсуждается, что, собственно, Коломойский договорился с Ахметовым, какие у них там терки, если они поручили депутатам Коломойского не голосовать против Ахметова. И сейчас подписчики, зрители бомбят Дубинского в комментариях, спрашивают, почему он это сделал. Но, собственно, это уже не первый раз, когда Дубинский идет синхронно с властями, да, там и по Авакову, и по Хамчаку. Вы знаете эту историю. В принципе, это в его стиле. Но, знаете, когда человек, допустим, не скрывает того, что он там вор, и он идет во власть, и все как бы это знают, что он вор. Дубинский же маскировался по честного, объективного такого борца с коррупционерами, а на самом деле оказался ничем не лучше тех, о ком он рассказывал в своих видеоблогах. Потому люди возмущены. Собственно, опять обман, да, втерся в доверие, да, как мошенник. Втерся в доверие, рассказывал, что там все сделает, а на самом деле на деле оказалось, что такой же коррупционер, как эти старые депутаты, которые грабили Украину. И мне часто вот пишут в комментариях мои подписчики, зрители, о том, что они меня поддерживают. Очень много отзывов. Спасибо вам за поддержку. И на днях мне мой подписчик прислал коротенький видеоролик о том, что он встретил Дубинского на улице и высказал ему то, что он о нем думает. Но это было, знаете, такое личное видео, чисто для меня, не публично. Я спросил, могу ли опубликовать это видео на своем канале Ютуба. Подписчик сказал, что это как бы личное, он не публичный человек, он не хочет светиться. Тем более понимаете, что люди не всегда, люди часто опасаются, что могут Аваковы мстить. Потому я спросил, а могу ли я замылить твое лицо и тогда опубликовать. Но он сказал, да, тогда если замыли, что разместить можно. И, собственно, давайте послушаем, что сказал мой подписчик, когда встретил Дубинского. Ростик, привет. Два слова скажу тебе, может его настрижь подниматься. Я тебе всегда сказал, что я тебе благодарен, что ты этих мразей приводишь на чистую воду. Вот сейчас на скутере на своем, это площадь славы, вон, отель Салют позади меня. Приезжал вверховную раду и увидел этого пидораса и брехуна Дубинского. Я стоял как раз на светлофоре, он переходил дорогу. Я поднял шелом, вот так, как сейчас, и крикнул ему буквально дослідник. Крикнул ему, Дубинский, ты маніпулятор и брехун, и Ростик Шапашников вывез тебе на чистую воду. Ты бы видишь его обличие, его так перекосило, начи вот, когда в мафию играешь, и все уже зрозумели, что ты мафия, и кричат, кажут тебе в очи, а ты не знаешь, как отбрехаться. Вот такое у него было рило. Так что он теперь будет падло ходить и оглядаться. И таких, как я, я думаю, будет не один, кто будет ему сказать, что мы знаем его сутность, и кто он на нас на самом деле. Завдяки тебе. Дякую все, держи. Друзья, моя мечта всегда была в том, чтобы вот жители Украины спокойно ходили по улицам, они никого не боялись, они не боялись милицию, не боялись полицию, могли заниматься своей любимой работой, заниматься бизнесом, какими-то научными делами, то есть развиваться и жить в нормальной стране. Но, к сожалению, все эти годы и при Януковиче, и при Порошенко постоянно власть и правительство мучили украинский народ. Это, в первую очередь, касается полиции, которая постоянно останавливала, требовала взятки, занимается фальсификациями дел. И виной тому беспределу, который есть в государстве полицейскому, это руководители, руководители министерства внутренних дел, руководители районных, городских управлений. Это, знаете, коррумпированная банда, это люди, которые не хотят добра для народа. Я всю свою сознательную жизнь, начиная с 2008 года, это уже, знаете, 11 лет, я боролся с этой бандой и системой. Я еще тогда при Ющенко, когда Луценко был министром внутренних дел, я увидел, что эта банда, мне тогда было всего, там, знаете, сколько, 22 года, я увидел, что эта банда и начал с этим бороться. И сколько уже, да, лет прошло, что я с этим борюсь. И всегда я говорил одно, я хочу, чтобы преследования людей остановились, чтобы остановился этот беспредел, да, беспредел со стороны государства. И когда мы боролись с Януковичем, потом пришел Аваков, который оказался еще хуже, чем раньше было, я начал с 2014 года с ним бороться, да, и сейчас новая власть Зеленского оставляет Авакова, и такие, как Дубинский, они голосуют за его назначение. Конечно же, это является безусловным злом для украинского народа, потому что люди боятся говорить открыто, люди боятся ходить по улицам, люди боятся заниматься бизнесом. Я знаю, что завтра неадекватный Аваков подошлет каких-то бандюков, и, собственно, будет то, что будет. Потому я хочу избавиться от таких, как Аваков, от таких, как другие чиновники МВД, с одной лишь целью, чтобы люди, нормальные, обычные люди, спокойно жили в своей стране и никого не боялись, чтобы просто открыто, спокойно говорили то, что думают, выражали свои мысли и не боялись подстав со стороны МВД. А такие, как Дубинский, эти люди голосуют за Авакова, потому наша задача убирать из власти таких, как Дубинский, потому что эти люди и приводят к власти таких, как Аваков. Понимаете, в чем суть? То есть нужно убирать именно таких депутатов, им и им подобных. Вот, собственно, и мы будем разоблачать и Дубинского, и прочих товарищей, это Коломойского, Авакова, всю эту банду для того, чтобы свергнуть их. Потому что если мы не будем этого делать, вместо нас этого делать никто не... Посмотрите, кто еще сейчас занимается расследованием полиции по Авакову. Это на пальцах можно пересчитать. Практически основные блогеры, они являются проправительством, они работают на правительство, они не поднимают эти темы. Они своя балалайка, и темы важные, важные для общества они не поднимают. Или поднимают только то, что выгодно их хозяевам, замалчивая определенные важные моменты. То есть вот они рассказывают про все, кроме Авакова. Почему вы замалчиваете Авакова? Значит, у вас есть какой-то интерес? Вот в этом проблема. Потому что если есть какие-то желания присылать мне ролики для публикации, я могу размещать на своем канале мнение людей, мнение подписчиков. Это, думаю, будет интересно, когда говорю не только я, а просто обычные люди, которые не связаны с журналистикой. Они высказывают свое мнение и показывают свое отношение к властям. Это было бы классно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!